ВОЕННАЯ СИСТЕРА Советские войска освободили Варшаву от немецко-фашистских войск. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, официально начав Вторую мировую войну. Польская армия потерпела стремительное поражение, оказавшись без поддержки европейских стран. 16 сентября польское правительство потянуло Варшаву. 17 сентября на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии вступили войска Красной Армии и взяли под защиту местное население, предотвратив тем самым геноцид жителей этих территорий. Ряд западных польских территорий был присоединен к Третьему Рейху. Большая часть этих земель до 1945 года входила в так называемое генерал-губернаторство, где был установлен жесткий оккупационный режим, сопровождавшийся массовыми репрессиями против польского и еврейского населения. Позднее было частично сконцентрировано в городских гетто, самое большое из которых существовало в Варшаве. Всего на территории Польши после установления нацистского режима были открыты сотни концентрационных лагерей и лагерей для военнопленных. Среди них печально известные Освенцим, Майданок, Сабибор, Триблинка. За годы оккупации в лагерях погибло более 5,5 миллиона мирных граждан Польши, в том числе около 3 миллионов евреев. К середине июля 1944 года войска Красной Армии в ходе успешной белорусской стратегической наступательной операции подошли к границам Польши. 17 июля войска 1-го Украинского фронта под командованием Ивана Конева форсировали реку Западный Буг и вступили на польскую территорию. По данным, сохранившимся в документах политических управлений советских фронтов, местное население встречало советских солдат с радостью и воодушевлением. Более того, зафиксированы случаи, когда поляки обращались к советскому командованию с просьбой о передаче им могил красноармейцев для ухода и увековечивания имен погибших. 1 августа немецко-фашистские войска перешли в контрнаступление против армии 1-го Белорусского фронта. Несмотря на то, что атаку врага удалось отбить, измотанные боями в ходе долгого наступления подвижные соединения фронта понесли большие потери. Тем не менее, красноармейцам удалось захватить на западном берегу Вислы ряд стратегических плацдармов южнее и севернее Варшавы, что сыграло одну из решающих ролей в боях за город в дальнейшем. Окончательно освободить столицу и большую часть Польши удалось лишь в 1945 году. 12 января в ходе висло-одорской наступательной операции 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов под командованием маршевов Жукова и Конева германские войска потерпели сокрушительное поражение. Немцы не выдержали натиска Красной Армии и стали быстро отступать от Вислы. 14 января перешла в наступление 61-я армия генерал-полковника Белова, с целью окружения группировки противника южнее польской столицы. На следующий день, охватывая Варшаву с севера, в бой выдвинулась 47-я армия генерал-майора Перхоровича, которой за один день удалось выйти к Висле. 16 января с плацдарма на левом берегу реки Пилицы в прорыв была введена 2-я гвардейская танковая армия, которая начала преследовать разгромленные в предыдущих боях части противника. Немецкое командование, опасаясь окружения своих войск в районе Варшавы, начало поспешно отводить их в северо-западном направлении. Утром 16 января действующая на правом фланге 1-й армии войска польского 2-я пехотная дивизия под командованием генерала Яна Раткевича начала переправу через Вислу в районе Кэмпы Келпинской и захватила плацдарм на западном берегу. В 8 часов утра 17 января 4-й пехотный полк 2-й дивизии 1-м ворвался на улицы Варшавы. К 3-м часам дня город был полностью освобожден от фашистских захватчиков. Во знаменование освобождения польской столицы была учреждена специальная медаль. Медаль за освобождение Варшавы была учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года, а 31 августа секретариатом Президиума утверждено положение о порядке вручения медалей. Медали имели право получить все непосредственные участники боевых действий по освобождению польской столицы в период с 14 по 17 января, а также организаторы и руководители этой операции. Медалью за освобождение Варшавы награждено более 700 тысяч человек. За проявленное мужество и самопожертвование при прорыве вражеской обороны в Польше все бойцы батальона были награждены почетными орденами славы. Это уникальный случай за всю историю Великой Отечественной войны. Речь идет о 1-м батальоне 215-го краснонаменного полка 77-й гвардейской Черниговской краснонаменной орденов Ленина и Суворова стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Атакуя 14 января 1945 года оборону врага на западном берегу Вислы, солдаты стремительным рывком взяли сразу три вражеских полосы укреплений и удерживали их до подхода основных сил. Все рядовые, сержанты и старшины подразделения стали кавалерами ордена славы. Командиры взводов ордена Александра Невского, командиры рот ордена Красного Знамени, Командир батальона майор Емельянов, командир взвода старший лейтенант Гурьев и старший сержант Перов посмертно стали героями Советского Союза. Медаль за освобождение Варшавы учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года. Медалью награждались военнослужащие Красной Армии, Военно-морского флота и войска НКВД, непосредственные участники героического штурма и освобождения Варшавы в период с 14 по 17 января 1945 года, а также организаторы и руководители боевых операций при освобождении этого города. По состоянию на 1995 год, медалью за освобождение Варшавы награждено приблизительно 701 700 человек. Медаль носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР располагается после медали за освобождение Белграда.